Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю обсудить подготовку к новому учебному году. Присоединяйтесь! 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 Ну, ничего не помешало. Просто вы очень строго к этому относитесь. Вы знаете, хороший учитель всегда говорит, на пятерку я сам не знаю, а вот четверку крепкую всегда можно ставить. Но это оценка, которая объективна на сегодняшний день, к сожалению, за лето, и мы потеряли ребят, троих несовершеннолетних, которые утонули, дети, которые по различным причинам лишились жизни. И особая роль в этой печальной статистике именно отводится родителям, взрослым. По вине взрослых гибнут наши дети. И очень печально при получении такой информации, когда ты видишь, что ребенок мог бы быть в этом мире, жить, но вот взрослые, то ли по легкомыслию, невнимательности, потеряли своих детей. Это печально и это очень даже обидно в том плане, что мы стараемся, чтобы жизни детей сохранить, а вот наши взрослые, родители недопонимают. На самом деле об этом сложно сообщать даже в новостях, но говорить об этом нужно для того, чтобы взрослые это слышали. И сохраняли эту меру ответственности и понимали, какие последствия бывают у, казалось бы, ну очень простых поступков, да, просто взять маленькие детей и отправиться отдыхать. И упустить их из виду буквально на минуту. Там, где дети заняты, там нет беды. Практика показывает, что все несчастные случаи, правонарушения, в том числе и преступления, совершаются в то время, когда должны находиться дети подниманием взрослых. Это после 18 часов, глубокой ночью. Почему не задают вопросы родителям, где мой ребенок? Почему не бьют колокола, если он не приходит домой после 9 часов? Почему нет такой строгости? И много вот этих вопросов. Почему задаешь взрослым, осознаешь то, что сегодня мы, педагоги, делаем все для того, чтобы лето было веселое, с хорошим настроением и вот не омрачало теми примерами, о которых я говорил. Итак, 1 сентября начинается новый отсчет нового учебного года с его новыми хлопотами, радостями, трудностями и сложностями. Скажите, пожалуйста, линейки школьные в области пройдут 1 сентября? Только 1 сентября. У нас это традиция, и мы знаем, что 1 сентября в Республике Беларусь отмечается День Знаний. Это выходной день, суббота, и все взрослые, и родители, и бабушки, и дедушки, и родственники, и просто жители населенных пунктов приходят и любят приходить на эти линейки, превращаются линейки в настоящий праздник. И я убежден, что в этом году тоже на высоком уровне пройдут школьные линейки. Мы все сделаем для того, чтобы это был праздник, для того, чтобы была организация на самом высоком уровне и приняло участие в этих линейках как можно больше людей. Наших руководителей, представителей власти, депутатского корпуса, депутатов местных советов, но все те, кто работает и сотрудничает с учреждениями образования, руководители промышленных предприятий, учреждений, организаций. И я думаю, что так и будет. Это традиция добрая, хорошая, и каждый старается принять участие в этих мероприятиях. И последний день лета все-таки вы оставляете ребятам для того, чтобы насладиться еще. Конечно, 31 августа это каникулы. Мы не должны забирать один день у ребят, это каникулы. Но полноценный учебный день будет только в понедельник. Да, 3-го числа. 3-го числа это будет полноценный день, первый звонок, первый урок. Расписание должно быть уже стабильное. Поставлена задача всем абсолютно, чтобы работали с первого дня учебного по стабильному расписанию. Документация должна быть, журналы, дневники. Все так, как и должно быть в учебном году. И никакой раскачки. И никакой раскачки. Учебники должны быть у каждого ребенка. Все должно быть на самом высоком организационном уровне. А учебники будут новые в этом году. Мы об этом еще поговорим, Сергей Иванович. Сейчас предлагаю выслушать наших гомельчан. С какими чувствами вы ждете этот день? 1 сентября. Мы поинтересовались мнением людей на улицах. В школе все прошло детство, конечно, в школе весело. 1 сентября это захватывающий момент. Для всех детей это первый раз, первый класс. Ну, школа это хорошее время. А вы рады, что вы закончили школу? Честно, нет. Круто на самом деле. Я любила учиться в школе. Но так, сейчас только работа и все. Поэтому ничего больше сказать не могу. У меня нет детей, поэтому какие у меня могут быть чувства. Радость только за всех остальных. Никаких особых чувств у меня это не вызывает, потому как мне надо на работу ходить. Не сильно в школу хочется. Потому что урока много. Сдаю домашнее задание тоже много. Обновление гардероба, спортивных форм, я учитель физкультуры. И новый учебный год всегда что-то приносит, всегда новое. Не бывает одинакового учебного года. То есть, чтобы они что-то повторялись. Воспоминания о детстве, как меня родители саму в первый класс провожали. Как я стояла с бантиками на крыльце своей школы. Ну и, конечно, детям все-таки важно образование в наше время, естественно. У нас образование хорошее в стране, я считаю. Обычно мы привыкли смотреть на детей, когда они идут все празднично одетые, с цветами. И у них такие веселые настроения. А я себя вспоминаю в свое детство. И мне тоже кажется, что опять 1 сентября это мой праздник. Потому что мне тоже радостно, глядя на этих детей и вспоминая свою молодость. Мы жили в Октябрьском тогда. Папа у меня был вторым секретарем райкома партии. А мама в это время попала в больницу. И меня в первый класс вела моя тетя родная. Хорошее настроение на школу не хочется, потому что слишком много домашнего задания. На каникулах чего-то, не знаю, всегда скучно. Вот когда ты ходишь в школу, тебе не хочется туда ходить. А когда на каникулах – хочется. Особенно после летних. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Теперь говорим сегодня о готовности к новому учебному году. Сергей Иванович, а какие у вас эмоции? Есть вот эта внутренняя готовность начать новый учебный год? Каждый год, конечно же, волнение. Сколько бы ты на меня работал в системе образования, всегда есть чувство волнения, тревоги какой-то определенной. И, вы знаете, и радость. И вот сегодня с этих же сюжетов, которые мы видели, мы видим хорошее настроение, улыбки. Меня это радует. Меня радуют хорошие положительные эмоции, которые высказывают сегодня и гомельчане, и знакомые, и незнакомые люди. Это очень здорово. Когда звучит школа, у меня такое всегда на душе трепет. И я всегда ожидаю, как нового года. У меня два нового года. Первый – это 1 сентября. И традиционный календарный год – 1 января. Но с большим трепетом, конечно, я жду 1 сентября, потому что это подведение итогов, это задачи на следующий год, это интересная работа, это мир увлечений, работа с детьми. И ты окунаешься в мир детства, и всегда окупаешься в этих детских эмоциях, видишь это все, принимаешь участие в этих всех процессах. И мне это очень нравится. Да, не всегда эти эмоции. Только положительные эмоции. Ну, не всегда эмоции бывают все-таки хорошими. Много в школьной жизни и у человека, который растет, который формируется, много очень сложностей и проблем. И так всегда было, так всегда будет. Но каждое 1 сентября – это все равно какой-то важный период, важная отметка начала нового этапа в нашей жизни. Количество учреждений образования, которые в этом году будут принимать детей, изменится? Немножко, да. На одно учреждение образования у нас станет в Гомельской области меньше. Всего у нас 529 школ в этом году будет работать. В прошлом году было на одно больше – 530. Но это связано с оптимизацией, это связано с условиями пребывания, это связано с демографической ситуацией, это связано с теми процессами, которые развиваются в обществе. И поэтому мы прошли пик различных реорганизаций, сокращений, ликвидаций школ в Гомельской области. Практически мы уже сделали все возможное для того, чтобы создать максимально комфортные условия. Но впереди есть еще моменты, которые связаны с изменением. А какая школа в этом году будет закрыта? Закрыта в этом году в Велическом районе Краснобережская школа. По объективной причине я, прежде чем принимать решения и в область полкома, и в местными органами власти, мы обязательно бываем, встречаемся и с работниками школы, и с родителями, и с детьми, смотрим условия пребывания, делаем соответствующий анализ, проводим деятельности школы, результативности, условия пребывания. Но когда нет этих условий, нет столовой, нет спортивного зала, нет пищеблока и многих других нет, то, конечно, мы должны позаботиться о комфортных условиях учащейся, которые должны получать полноценное образование, высокая и ответственная работа учителей, создание комфортных условий по безопасному пребыванию детей, здоровой, сберегающей технологии и многие-многие другие вопросы. Поэтому принимаем соответствующие меры. Да, условия сегодня, что в деревне, что в областном центре, фактически в школах, можно сказать, что одинаковые. Ну да, можно сказать, одинаковые. Мы сравнялись и по качеству образования, и по условиям. Мы делаем максимально все, чтобы у нас были школы все равные. Но, конечно, где-то получается, где-то не получается, потому что надо сделать объективный вывод, что школы могут быть разные. И в сельской местности когда-то школы строились за счет хозяйства, хозяйственным способом. И они не имеют тех условий, которые сегодня есть в городских школах, или же в сельских школах, но современных, построенных в последнее время, по последнему слову, и техники, и архитектуры, и выполнение санитарных норм и так далее, и так далее. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы наш ребенок жил в 21 веке, с требованиями 21 века, с внедрением новых информационных технологий, созданием комфортных условий, уюта, соблюдением температурного режима и многих-многих других вопросов. Проблем с подвозом учащихся не возникало? У нас в области работает более 250 автобусов школьных. Каждый год парк школьных автобусов у нас увеличивается. По подвозу у нас вопросов таких не стоит. Да, техника, она со временем где-то изнашивается, но мы каждый год приобретаем новые автобусы, и не исключением и 2018 год. Поэтому мы говорим нашим родителям с момента посадки ребят в автобус и заканчивается выходом из автобуса, мы берем на себя ответственность за сохранность жизни и здоровье наших ребят. доставка вовремя в школу, привоз обратно домой. В любые погодные условия, будь то зимой или осенью, или весной, мы гарантируем нормальную ритмичную работу. Я не могу сказать, что не возникают какие-то чрезвычайные ситуации. Бывают по погодным условиям, либо в зимний период, когда сильные морозы и та же техника не срабатывает, не заводится. Принимаем компенсирующие какие-то меры, приходят нам транспортные организации на помощь. Но это бывают единичные случаи, которые не омрачают, по крайней мере, настроение и педагогов, и родителей, и самих учеников. Я один только минус вижу. Это то, что иногда хочется задержаться в школе подольше. Есть какие-то мероприятия, хочется просто пообщаться или готовиться к какому-то мероприятию классному, а автобусу нужно уезжать. Нет, мы стараемся сделать таким образом, чтобы именно мероприятия, которые проводятся в школе, они совпадали с тем режимом работы по подвозу, который существует, и акцент делаем. И в шестой школьный день задействованы наши школьные автобусы, доставляют наших учащихся, но только в районные центры, но и в областные центры, в учреждениях дополнительного образования. То есть они задействованы в полной мере. И работают они очень серьезно. И подбор кадров серьезный для того, чтобы не было у нас каких-то чрезвычайных ситуаций. Да, здесь ответственность очень высока. Да, очень высокая ответственность. За детей, за жизнь детей, поэтому, конечно, работать должны люди надежные. Сергей Иванович, но ведь одна школа в этом году и открывается после реконструкции. Ну, одна открывается после реконструкции в Ветковском районе, Столгунская школа. Мы ее закрыли по причине аварийного состояния. И я очень благодарен нашим родителям Столгунской школы за то терпение, которое они испытывали. Детки ездили в другие школы. Больше 70 учащихся были на подвозе. Но мы сделали все для того, чтобы создать очень комфортные условия. Школа открывает свои двери 1 сентября, но она была готова немножко раньше. Но мы решили сделать праздник именно 1 сентября. Подготовиться очень хорошо и родители, и учащиеся, и учителя увидят, и уже сейчас видят, вот какие комфортные условия сегодня созданы. И очень благодарен родителям за те благодарности, которые звучали и в устной форме, и в письменном виде, в адрес нашего губернатора Владимира Андреевича. Да, и очень приятно, что оценили. А вторая школа, она получила новый корпус. Это Житковичи, средняя школа номер 2, где тоже при проведении ремонтных работ было обнаружено аварийное состояние. Мы ее закрыли. И два года были у нас тоже небольшие сложности с организацией образовательного процесса. Но мы их преодолели, все было нормально. И сегодня школа имеет два корпуса, великолепных, с хорошими условиями. Сергей Иванович, у нас есть телефонный звонок на линии. Вопросы от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Анастасия, и я бы хотела сказать несколько слов. Я закончила 29-ю школу города Гомеля, и хотела бы очень сильно поблагодарить учителей, которые вкладывали в нас душу, своих классных руководителей. И Волкову, Максименко Галину Анатольевну, также хотела очень сильно поблагодарить моего учителя математики, информатики. На самом деле, я уже закончила и вуз, и работаю, но до сих пор вспоминаю с теплотой вот это школьное время. Постоянно хочется вернуться в школу, и в преддверии дня знаний хочется пожелать учителям огромного терпения, хороших учеников и, конечно же, крепкого здоровья. Спасибо огромное. Какой хороший звонок. Спасибо вам, что вы не постеснялись, не побоялись, позвонили. Я уверена, что очень приятно вашим учителям сейчас. Вот действительно качественная работа. Спасибо большое. Какой воспитали девушку. Сергей Иванович, сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты поинтересовались, как в этом году школы готовились к новому учебному году. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим диалог. 27-я Гомельская школа, учреждение образования действительно уникальное. Во-первых, это единственная в регионе школа мира. Во-вторых, одна из четырех открытых в 30-х годах прошлого века гомельских сталинских школ. Лепнина на потолках, ковровые дорожки на полу и стены ярко-красного революционного цвета. Тогда все это должно было воспитывать у детей и их родителей чувство гордости, быть советским человеком. Патриотическим воспитанием в школе занимаются и сегодня. Однако теперь главное внимание все-таки созданию безопасных и комфортных условий. В течение летних каникул в 27-й школе сделали ремонт первого этажа с реконструкцией спальни для первоклассников. Последний раз работы здесь проводились лет 20 назад. За это время и мебель морально устарела, и санитарные требования изменились. При этом все работы в 27-й гомельской школе смогли провести без привлечения бюджетных средств. Скрывать не буду, конечно. Спонсорская помощь – это сложно, и мы прекрасно понимаем, что многие предприятия сами находятся в непростой экономической ситуации. Но мы умеем дружить. Вы знаете, на этом мы, наверное, и школа мира. Мы дружим не только с россиянами, школами-побратимами, но и с многими предприятиями, которые окружают нашу школу. Поэтому предприятие всегда с готовностью нам помогает. В этом году мы получили спонсорскую помощь от 9 предприятий. Новую столовую в 27-й гомельской школе теперь называют своей фишкой. И педагогам, и ученикам действительно есть чем гордиться. Реконструкция продолжалась в течение трех лет. Зато сегодня эта столовая в какой-то мере пример для других. Что касается учащихся, то сюда они приходят с удовольствием. Запеканка у нас творожная, очень вкусная. Дети ее с удовольствием кушают. Иногда мы даем ее со сметаной, иногда даем ее с повидлом. Дети очень довольны. Какао с молоком. Вот если запеканка, какао с молоком. Салатики у нас очень вкусные. Вот сейчас у нас идет лето. У нас огурцы, помидоры. Дети с удовольствием со сметаной кушают. Мясные блюда у нас. Котлетки куриные очень вкусные. Фрикадельки делаем. Суп с фрикадельками. Делаем тефтели детям. Стараемся делать все, что они любят. Безопасное и вместе с тем полноценное питание сегодня для учреждения образования – одна из первоочередных задач. Во время приезда нашей съемочной группы в первый ветковский детский сад у воспитанников был обед. Борщ, картофельное рагу с мясом и яблочно-ананасовый сок. Правда, через несколько минут, ведя съемок, одна из четырехлетних девочек попросила журналистов уйти, чтобы она наконец-то смогла спокойно поесть. Съемочная группа ее просьбу выполнила, заодно узнав у представителя администрации, что в августе этого года в детском саду полностью закрыли кадровые вопросы. Наш сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. И единственное, что недоставало это педагога-психолога, потому что неполная ставка 0,5 по штатному расписанию. Но в этом году к нам пришел специалист, поэтому мы полностью закрыты по кадровому обеспечению. На отсутствие кадров в ветковских учреждениях образования журналистам вообще не жалуются, зато хвалятся своими достижениями. В начале школьных каникул в первой ветковской школе презентовали проект «Тропа здоровья», реализованный в рамках программы ООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Теперь уже на протяжении всего лета каждый желающий мог попробовать свои силы в скалолазании. Хотя у администрации школы планы на этот проект куда более масштабные. Наша школа работает в направлении скалолазания. У нас есть скалодром. Евгений Александрович Беляцкий создал его, так скажем, своими руками. Это очень инициативный педагог. У него очень много учеников, которые занимают и побеждают на республиканском уровне соревнованиях, областного уровня. То есть, ну, это как одна из форм подготовки будущих скалолазов. Для ветковской первой средней школы этот год вообще особенный. 3 ноября здесь готовится отметить 150-летие. По большому счету, это одно из старейших образовательных учреждений области. Впрочем, только торжествами решили не ограничиваться. Если все получится, то к юбилею школьный музей получит звание народного. Необходимые документы ветки готовили на протяжении всех летних каникул. Хотя, что касается самого музея, то здесь останавливаться на достигнутом тоже не собираются. С началом учебного года учащихся привлекут к созданию экспозиции, задача которой – пропаганда здорового образа жизни. Ее главным экспонатом станет кубок по футболу, завоеванный ветковчанами на областных соревнованиях в 1955 году. Раритет. Это раритет. И рядышком мы хотим сделать еще стенды, посвященные нашему школьному спорту. Рекордам, которые поставили наши ученики, достойнейшим учителям физической культуры. Спорт – важнейшая составная часть нашего образа жизни, безусловно. Особенно это касается молодого поколения. Всячески пропагандировать спорт, в том числе и таким образом. Пропагандой, формированием традиций спортивных. Безусловно, это важнейшая составная часть той работы, которую ведет музей. Призван вести музей и школа в целом. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник главного управления образования Гомельской области полкома Сергей Порошин. Сергей Иванович, зная вашу строгость в критериях оценки, рискну предположить, что и готовность учреждения образования к новому учебному году вы тоже не выше, чем на четверочку оцениваете. Да, вы правильно сказали. Абсолютно. И, может быть, зрители за этот вопрос начальнику главного управления может сегодня отчитаться, что все школы готовы, а вот мы зашли в свою школу, а там еще парты не расставлены, а там где-то еще мусор где-то есть и так далее. Сегодня для того, чтобы быть готовым к первому сентября, проводится огромная работа после того, как звонок прозвучал последний. Выпускные экзамены прошли. И поэтому шероховатости какие-то есть по наведению элементарного порядка, они, наверное, и есть на сегодняшний день. Но, поверьте, к первому сентября, 31 августа, будет в идеальнейшем порядке абсолютно все школы. Да, учителя и люди ответственные. Здесь у нас, поверьте, приходят коллективы учителей. Они с таким настроением и желанием готовят, особенно начальных классов, готовят свои кабинеты с привлечением родителей. Родители приходят, все желающие приходят. Ну, поверьте, я работал, когда в школе, это был настоящий праздник. Ты приходишь, вот атмосфера своеобразная, интересные отношения коллег друг к другу, оказание помощи. И поверьте, что всегда это присутствует во всех коллективах. Это особенность образования, это особенность нашей отрасли, это особенность души педагогов, которые именно ждут своих детей для того, чтобы начать учебный процесс. Действительно, ждут. Это правда. Сергей Иванович, помимо подготовки к новому учебному году, летом школы еще и отслеживают судьбы своих выпускников. Насколько успешной для региона оказалась эта вступительная кампания? Можно предположить, что какой-то повод для гордости есть, потому что на ЦТ именно Гомельская область в этом году показала лучшие результаты. А что касается поступления? Да, действительно, вы правильно отметили, мы отслеживаем судьбу наших выпускников. Сегодня еще информации окончательной нет, куда из ребят кто поступил. Но я должен сказать, что у нас средняя цифра поступления выпускников где-то 55%, плюс-минус 1,5-2% в ту или иную сторону. Но в среднем 55% выпускников средних школ поступает в высшее учебное заведение. Как правило, до 100% это выпускники наших лицеев и гимназий. В общеобразовательных школах этот процент может быть разный. От 45% до 50%, а средний процент по Гомельской области – 55% приблизительно. Какие основные? Конечно же, ребята стремятся попасть в высшее учебное заведение, наиболее, так сказать, престижное. И наши региональные, Гомельский государственный университет, и медицинский, имени Франциска, и Белгут, и Технический университет Сухого, и Потребкооперации, и Мозырский педагогический университет. Они востребованы. Но и выпускники успешно поступают в столичные вузы на различные специальности. Я не могу сказать, что все остаются в Республике Беларусь. Есть выпускники, которые выбирают высшее учебное заведение Российской Федерации, дальнего зарубежья. Их не так много, но, тем не менее, они есть. И это тоже говорит о высоком качестве образования, которое дается в школах Республики Беларусь. И это ценится. Поэтому окончательная информация у нас будет в сентябре месяце, когда мы приступим к учебному году. Но в целом мы радуемся нашим выпускникам. Практически медалисты подтвердили свои знания. У нас на 61 медалиста в этом году было больше, чем в прошлом. 489 медалистов, которые были в этом году, подтвердили свои знания и на централизованном тестировании, и при поступлении в высшее учебное заведение. Поэтому мы, по крайней мере, здесь тоже очень довольны. Что касается централизованного тестирования, то да, мы радуемся этих успехов. Хотя у нас есть какая-то внутренняя тревога в том плане, что Гомельская область, она не в первый раз, кстати. Это вторая наша такая победа по качеству знаний. И мы, когда первый раз осторожно говорили о том, что город Минск мы обошли по количеству баллов 0,04. И мне всегда коллеги говорят, ну вот, а что здесь 0,04? Но вы же не знаете, уважаемые наши друзья, каким путем это все достигается и каким трудом это достигается. Это результаты показывают наши выпускники. А в этом году мы Минск обогнали на 7 баллов. На 7 баллов. Это тоже очень здорово. Тенденция прослеживается, нужно теперь ее поддерживать. И особенно радуемся за сельских ребят, которые достигают своих целей после выпускников экзаменов. Централизованное тестирование становится студентами. И особо радует, когда наши дети возвращаются на малую родину. В качестве педагогов, в качестве врачей, специалистов сельского хозяйства, промышленности. Вот это самое высокое достижение. Я думаю, что есть во всех этих аспектах связь. Сначала школы, которые должны быть одинаковые, и гомельские, и деревенские, и не отличаться в условиях. Уровень образования, который дети получают, он должен быть одинаковый. И в областном центре, и в самом маленьком райцентре, и в деревне. И, соответственно, потом уже у детей не будет разницы, где им жить. Они не будут стремиться в большой город, им будет дома хорошо. Если им будет чем заняться там, конечно. Конечно. И нужно создавать условия для того, чтобы было им именно хорошо. Хорошо дома. Ну вот, да, я думаю, что это то, к чему и стоит стремиться. Да, да. Сергей Иванович, так если коротко по количеству. Количество детей, которые в этом году будут учиться в школах. Оно примерно на уровне прошлого года? Ребята, которые выпустились, и малыши, которые придут? Как соотношение? Я вам хочу привести вот такую цифру очень интересную, которая может послужить, задать себе вопрос. Почему происходит увеличение количества учащихся в 2018-2019 учебного года? В прошлом году детей было в школах, ну, будем говорить так, общего среднего образования немножко меньше. В этом году на 500 первоклассников увеличивается количество, а общее количество, обучающихся в средних учебных заведениях, включая там школы, лицеи, гимназии, почти на 2 тысячи. Если сложить 2,5 тысячи. Вопрос. Вроде бы выпустили, да, детей, а на 2,5 тысячи стало больше. То есть 500, если мы уберем, да, детей, и 200, 2 тысячи, вернее, откуда они взялись? Это те дети, которые могли бы учиться в средних специальных учебных заведениях, учреждениях, профтехообразования. Но о чем эта цифра говорит? Они, значит, не прошли по конкурсу. Есть уже соревнования, так сказать, по некоторым специальностям и большой конкурс. И поэтому они возвращаются в школу. И на 2 тысячи выпускников 9 классов, которые пришли в 10 класс, становится больше. То есть востребованность получения общего среднего образования увеличивается. Потребность, желание учиться и реализовать себя в дальнейшем. Именно в этом году такая конкурсия, да? Именно в этом году, да. Но это тоже хороший сигнал в том плане, что мы увеличиваем, улучшаем и поднимаем качество профессионально-технического образования, среднего специального образования. И вот за счет этого видим свои цели и задачи на следующий учебный год и как работать с этой конкурсией. Куда тоже теперь поступают лучшие? Да. Сергей Иванович, есть телефонный звонок у нас на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Инна Геннадьевна Гомонова. Я мама... Здравствуйте. Я могу говорить, да? Да, не прерывайте, пожалуйста. Меня зовут Инна Геннадьевна Гомонова. Я мама выпускника прошедшего учебного года, выпускника средней школы номер 25 имени Бориса Царикова города Гомеле. Большие слова, глубокая благодарность хочу сказать администрации школы, педагогическому коллективу. В школе активно развивается правовое направление. Это очень мотивирует выпускников, от учащихся этой школы, выпускников на получение специализированного образования. Педагогический коллектив очень много делает для этого. А вот у меня вопрос, как вообще вот это направление, специализация такого плана поддерживается у нас в городе, будет ли развиваться дальше, в том числе и в школе номер 25. А куда ребенок ваш поступил? Поступил в Гомельский государственный университет имени Франциско Скорины на специальность правоведения. И я знаю, что выпускники этого класса специализированного, 11-го Б-класса, классный руководитель Наталья Михайловна Барышкова, Е, огромное спасибо, тоже несколько человек были сориентированы на юридическую специальность и, по-моему, достигли своей цели. Спасибо большое за звонок. Сергей Иванович, как вы относитесь к подобной специализации? Очень хорошо, и мне тема, особенно правоведение, хорошо знакома, потому что в то время, когда я работал в школе, тоже занимался этой темой, было интересно. И сегодня, когда встречаешь своих выпускников, которые в звании полковников, занимают высокие должности, ты гордишься и видишь полезность. В этом году, да и не только в этом году, будут расширены условия именно профилизации. В соответствии с рекомендациями Министерства образования, это закреплено соответствующими документами, с пятых по восьмой классы, пожалуйста, можно выбирать профиль. Но профиль не должен создаваться искусственно, нужно открывать профиль только там, где есть условия, там, где есть кадры. Вот тогда развиваются профилизации. Кстати, сказать, что касается десятых, одиннадцатых классов, около 44% у нас классов профильных в этом направлении. Поэтому, пожалуйста, я рад этому, и мне очень приятно было слышать слова нашей мамы, которая гордится. Очень приятно. И на самом деле, если это эффективно, и дети потом идут по этому пути, поступают, работают в этой сфере. Профильность образования, это является одной из национальных особенностей образования Республики Беларусь. И это радует. Перед системой образования была поставлена задача к первому сентября пересмотреть школьные программы, подготовить новые учебники. Процесс этот еще только начинается, да, я так понимаю? Он продолжается. Вы уже видели, что же изменится в программах и в учебниках? Значит, этот процесс уже начат, он продолжается. В течение пяти лет поставлена задача обновить и учебная программа, и учебники в целом. На сегодняшний день новые учебники будут четвертых и восьмых классов, и новое учебное пособие, особенно по иностранным языкам, третье, шестое, девятое, десятое классы получат ребята. И основная задача совершенствования этих учебников – это доступность информации, упрощение подачи этой информации. Это новые формы и методы расширения этой информации. Ну, например, в новых учебниках на страницах на полях мы увидим штрих-коды, которые можно пользоваться ученикам путем современных электронных средств, в том числе и мобильных телефонов, дающие право выходить на национальный образовательный портал и получать в большем размере, объеме та информация, которая звучит и написана в учебниках, но более широко через именно образовательный портал. Это новое. Значит, учитываются все особенности и рекомендации и просьбы учителей-предметников, родителей, самих учеников. При министре создан такой совет, в том числе и старшеклассники принимают участие, когда рассматриваются те или иные предложения по совершенствованию учебника, учебных программ. И это все учитывается. И я убежден, что та задача, которая поставлена сегодня перед системой образования, улучшить качество. И, в пример, всегда приводились учебники советского периода. Наверное, эта вот отправная точка, которая в прошлом, позапрошлом году была дана, значит, дает нам возможность совершенствоваться, но и не упрощать именно качество образования, не упрощать и не упрощать сложные элементы, которые были раньше, а вести такую работу, чтобы мы могли как можно доступнее объяснять те или иные темы, особенно в точных науках. Сергей Иванович, буквально две минутки остается до начания программы. Есть вопрос у нас, который пришел на Вайбер. Почему в наших школах нет практики, когда учитель официально занимается в стенах школы репетиторством? Нужна ли подобная практика? Как Вы считаете? Вы знаете, здесь можно ответить, что и нужна, и не нужна. Но я хочу Вам сказать, к сожалению, есть такие примеры, когда негативные. Когда учитель создает условия для того, чтобы можно заниматься репетиторством. Плохо преподает предмет, а потом говорит, приходите ко мне на платные, и я буду вести в кружок или там какое-то там занятие платное и так далее. Я хочу Вам сказать, я к этому отношусь очень строго, и к великому сожалению, несколько лет тому назад, при обнаружении, правда, не учителей-предметников, вот такими системами, я вынужден был уволить из системы образования этого человека, потому что занималась именно проявлением коррупционного характера. А закончить программу хочется добрыми, тёплыми словами и пожеланиями. У Вас есть несколько секунд для этого. Уважаемые родители, дорогие друзья, я очень рад тому, что сегодня состоялся такой разговор накануне учебного года. Я поздравляю всех с началом учебного года, с Днём Знаний. Пожелание одно – стремление наших учеников к науке, к знаниям, жажда познать новое. Это родителям терпение взаимоотношения с учителями, крепкое сотрудничество между школой, родительской общественностью и учениками. Этот треугольный камень даст хорошие плоды в качестве образования и воспитания подрастающего поконения. Спасибо большое, Сергей Иванович. Начальник главного управления образования Гомельского облсполкома Сергей Парушин был сегодня нашим гостем. До встречи через неделю. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова